В воде маленькая Алена чувствует себя уверенной и совсем не боится. На занятия в бассейн мама приводит девочку регулярно, чтобы укрепить здоровье ребенка и научить плавать. Она начала нырять у нас. Раньше мы даже на пляж ходили. Получалось, что там и вода, это страх какой-то был. А сейчас все наладилось у нас в этом плане. Оздоровительный центр для детей – это бизнес-идея Александры Котельниковой. Детский массажист по профессии, она решила открыть в Волжском районе свое дело. В новом микрорайоне много молодых семей и ни одного подобного центра не было. Чтобы получить информацию о ведении бизнеса, Александра приняла участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Нам рассказывались такие вещи, как ведение бухгалтерского отчета, как психологически, то есть чувствовать себя комфортно, это и какие еще есть меры поддержки бизнеса. То есть очень много информации, которая оказалась весьма и весьма полезной. Прием заявок на участие в образовательном проекте на этот год открыт. Очный этап конкурса «Мама-предприниматель» состоится в Самаре, Тольятти и Сызрани. Его проводят по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Участие могут принимать женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или находящиеся в декрете, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или те, кто занимается бизнесом менее одного года. Мы будем обучать девочек основам предпринимательства, бизнес-планированию, основам бухгалтерских знаний, основам юридических знаний, которые необходимы для открытия своего бизнеса. И в первую очередь мы будем упаковывать их бизнес-идею в некий бизнес-план, где они для себя в первую очередь будут понимать, а как им делать, какие шаги, алгоритмы для того, чтобы от мечты перейти к делу. Заявки на участие принимаются до 7 октября. Победитель получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Подробнее об участии в проекте можно узнать по телефону, который вы видите на экране. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова